Привет, я Эни Мэджик и нестандартное начало. Сейчас здесь нет со мной моих всех питомцев, потому что сегодня у нас будет невероятное видео. Я обещала завести питомца на 3 миллиона подписчиков, а 3 миллионов еще нет на канале, поэтому давайте скорее подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это грандиозное событие, это наша с вами магическая цель. Также я сказала, что на 2,5 миллиона я все-таки сделаю сюрприз, и в первую очередь еще и для нашей кисы Алисы, потому что у нее день рождения был 1 сентября и исполнилось 3 годика. Поздравим все ее в комментариях, давайте самое крутое поздравление попадет в ролик, пишите. И сегодня мы будем снимать реакцию кошки, в первую очередь, так как это для нее сюрприз, ну и собак тоже. Вы уже сами, я думаю, сейчас услышали этот звук. Итак, вашему вниманию, дамы и господа, я представляю вот это вот существо. Вообще, почему он поехал? Стой, 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 стой. Он, видимо, сам решил вам представиться. Вообще, это собака-робот, которого зовут Чип. Это такая, типа, интерактивная игрушка, которая стоит вообще немаленьких таких денег. 20 тысяч рублей я потратила на это существо. Почему? В первую очередь, потому что, когда я увидела, что существует такой робот, я подумала, что я безумно хочу увидеть реакцию своих животных на собаку-робота. Особенно кошки, которые не очень любят собак. И, конечно же, собак на такого питомца. Не буду вам слишком подробно рассказывать об этом существе. Куча роликов в интернете есть. Многие из вас, возможно, их видели. Или он ведет себя, как настоящая собака. Это игрушка, типа, как бы, производители говорят, что она предназначена как раз для тех, кто собирается, но боится, там, например, завести собачку. И вот на нем можно заодно и потренироваться. Потому что, на самом деле, с ним нужно играть. У него есть специальный мячик. Его нужно кормить. Его можно дрессировать. И делать вообще с ним кучу всего. И плюс у него есть какие-то свои личные реакции, которые, как бы, от тебя не зависят. То есть, он может жить вот своей жизнью. Если я его подниму сейчас, ему может это не понравиться. Он начнет рычать, возмущаться. Короче, он реально реагирует на любые действия. Его можно погладить. Его можно поцеловать. Ему можно команды давать. И... Да, мне нравится. Я подумала... Да, спасибо большое за то, что принес мне мячик. Его, кстати, можно целовать, по-моему. Он даже целует, да. Как вам идея, чтобы мы его разыграли среди вас, наших подписчиков, наших зрителей? Сделали мега-розыгрыш, и кто-то из вас выиграл бы эту милоту и потренировался? Может, для кого-то это станет первым шагом и поможет завести реального щенка, а не робота? Как обычно, 100 тысяч лайков, и мы разыгрываем этого, хотела сказать, пушистика, но он не пушистый, среди вас, наших зрителей. Давайте их наберем. Кстати, на предыдущем видео вы еще не забрали 100 тысяч лайков, чтобы мы повторили заплыв только со всеми собаками на сапе по реке. Так что давайте, дерзайте, вы молодцы, вы мэджики, вы можете. Собираем столько лайков, и кто-то из вас получит эту маленькую собаку. Он едет на свою лежанку-зарядку сам, когда разрядится. Ему можно кидать мячик. И у него есть приложение, в котором куча всего можно делать. Типа заставить его танцевать, учить его командам, кормить, йогу делать. В общем, что угодно. Это он, видимо, решил йогу поделать. То есть, ты как бы тренируешься жить с собакой. Даже если вот ты уходишь, встаешь, он может пойти за тобой. Короче, он делает сам какие-то свои штуки. Эй. Мячик. И ты ему его кидаешь, а он его, соответственно, уже приносит. Давай, едь за мячиком. В общем, как вы поняли, я приобрела это существо для того, чтобы посмотреть реакцию моих питомцев. На него, поэтому большую часть времени я все-таки буду управлять им. Иначе мы можем просто не дождаться никаких действий от него. Потому что он, как настоящий пес, может просто сидеть где-то и ничего не делать. Да? Да. Он пукнул, потому что я ему дала поесть шурупа. Кстати, на самом деле, это минус. Я сейчас только поняла. Они предлагают покормить собаку шурупами, проводами, тапочками. Это странно, да? А теперь погнали проверять реакцию моих питомцев на собаку-робота. Алиса не очень понимает, что происходит. Давай мне мячик. Алиса пока даже не подходит. Она просто за ним наблюдает. Так, Алиса решается... Алис, смотри. Кто это такой? Кто это такой? Алисе не нравится он, по-моему. Она не хочет к нему подходить. Смотри. Кто это такой? Он решил ей станцевать танец. Алиса в панике оглядывается. Просто такая, типа, чего вообще происходит? Видишь, он тебе танцует, Алиса. Познакомься с ним, Алиса. Познакомься с ним, Алиса. Алис, ну чип явно с тобой хочет играть. Но при этом Алиса, она не уходит от него. Она не уходит в другую комнату, не прячется никуда. Она ходит вокруг и наблюдает за ним. Мне интересно. То есть она не уходит. Она не понимает. Но она не воспринимает его как игрушку. То есть она с ним не хочет играть. Я думала, что она захочет с ним играть как-то. Алис, ну иди познакомься с ним. Алис, иди познакомься с ним. Алис, смотри. Смотри, я его глажу. Он хороший. Ему нравится. Нравится, как я его глажу. Алис, смотри. Ай, ай, за ушки давай потрогаем его. Смотри, носик. Что происходит? Это он сам это делает. Я не знаю почему. Алиска еще пока что даже его не понюхала. Алис, Алис, иди сюда. Господи, он застрял в горшке. Алис, ну познакомься с ним. Ну познакомься с ним, Алис. Алис, ну иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Смотри, это его мячик. Я думаю, что еще прикол в том, что он ничем не пахнет. Для Алиски. И она поэтому не понимает, да, живое это существо или нет. Алис, Алис, ну познакомься с ним. Смотри. Алис, кто это такой? Он тебя целует. Он тебя целует. Да. Когда вот я его уже взяла в руки, тогда Алиса осмелилась все-таки его понюхать. Кто это? Ты не хочешь с ним поиграть, Алис? Алис, смотри, он умеет стоять. Вставай. Давай. Он умеет сидеть. Сидеть. Давай, садись. Ну, правда, с ним надо на английском разговаривать. Погавкай. Давай. Мне кажется, Алисе он не нравится. Еще больше даже, чем живая собака. Что такое? Он расстроился, что Алиса не хочет с ним дружить. Видите, какая жизнь такая? Невозможно никого заставить дружить с кем-то. Алиса вот не хочет дружиться с Чипом, как бы он не пытался с ней подружить. Не хочет она становиться с ним друзьями. Даже несмотря на то, что он маленький, просто маленький, веселый робот, который хочет с ней дружить. Сюда надо вставить грустную музыку. Ну, подружись со мной, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Она тупо от него уходит. Что будет, когда мы заведем котенка? Она тоже будет от него уходить. Выглядывает из кресла на то, как он лает там. Я его поглажу? Вот. О, Господи. Он демонстрирует тебе свои способности, Алиса. Мне кажется, у него какие-то проблемы немножко с ориентацией. Он потерялся. Он реально поехал заряжаться. Все. Итак, давайте познакомим его с собаками. Пока что они никак на него не реагируют. То есть, стоит себе, ну, мало ли что, это какая-то игрушка или что-то. Я попробую для начала просто... Ой. Он залаял, и Юми такая на него смотрит. Кто это такой? Миша сразу убежала. Софи с подозрением хочет куда-то отойти. Юми, смотри, кто это? Все просто тупо расходятся. Им не нравится. Их это пугает, по-моему, даже. Я думала, что им будет это интересно. Смотри, Эйван, кто это такой? Смотри, я его поглажу. Привет. Посмотрите, кто это такой. Юмичу, иди сюда, подойди. Я ничего не делаю. Это он, видимо, их видит, и поэтому так реагирует. Эйван, посмотри, кто это? Кто это такой? Софиш, подойди. Посмотри, кто это? Софиш, да подойди, поздоровайся. Софиш, смотри, кто это? Кто это такой? Софиш. Юми прям его боится, мне кажется. Эйван, иди сюда. Эйван дрожит. Он у всех вызывает тревогу какую-то. Посмотрите, что это за существо такое. Да, Эйван уже понюхал его. Все вообще реально боятся его. Я думала, они захотят с ним играть и как-то контактировать, общаться, но все его боятся. Просто у нас же есть роботы-пылесосы. Нет, я не знаю, что он делает. У нас же есть роботы-пылесосы, и никто к ним так не относится. Это мячик чипа. Смотри, Софиш, это мячик. Это мячик. Мячик. Да, это мячик. Мячик. Кто хочет поиграть мячиком? Кто хочет поиграть мячиком? Кто хочет поиграть мячиком? Ну, вы чего? Иди сюда. Посмотрите, он танцует для вас, Софиш, посмотри. Софиш, смотри, я его глажу. Софиш, смотри, я его глажу. Юный, ну ты-то что сыкуешь? Ты, покемон бесстрашный, который ничего не боится. Смотри, какой. Раз такая пошла ситуация непонятная, сейчас будем пробовать... Что, ты почувствовал вкусняшки, да? Ты вкусняшки почувствовал? Сейчас будем пробовать их знакомить с чипом, как мы знакомились с пылесосами. Вкусняшка куда-нибудь чипу. Ладно, хорошо. Они падают... Эти вкусняшки падают из него. Тогда они... Да, поймут, что этот предмет связан с выпадением из него вкусняшек. Сейчас попробую покрепче закрепить. Чипа делится с тобой вкуснятина, бери. Она боялась подходить. Думала, что вдруг он у нее отберет, запретит ей забрать вкуснятину. Вон, вкусняшка, смотри. Где вкуснятина, Сафир? Вот она вкуснятина. Она уже просто его трогает. А если на спинку ему положим вкусняшки? Все, Софиш, ты дружишь с чипом? Ты с ним дружишь теперь? Давай, эй, бери. Вот Миша, наконец-то! Взяла вкусняшку тоже. Юми грустит. Грустит Юмичу, потому что не может пересилить себя и взять вкусняшку. Юми, давай, давай, молодец. Миша по башке такая, я, я хочу. Давай, Юмичу, давай. Молодец, давай, покемон, покемон, покемон. Молодец! Юмичу, наконец-то, взяла с него вкусняшку первый раз. Давай, Юмичу, смотри. Ай, легко, да! Если собаку что-то напрягает, пугает, как-то настораживает, по-любому ей нужно время, чтобы к этому привыкнуть. Я думаю, что если он будет там каждый день ездить по дому, стоять на зарядке, они его будут видеть, он будет издавать эти свои звуки, танцевать там и делать все, что он делает, то, скорее всего, они уже будут к нему относиться нормально. Если вы за то, чтобы разыграть среди подписчиков это милое создание этого песика для тренировки перед настоящим щенком, ставьте лайк на это видео, таким образом вы проголосуете за то, что да, давай, Ань, разыграем. И переходите обязательно в Инстаграм, потому что основной розыгрыш, мы, конечно, расскажем про него на канале, но, скорее всего, он будет в Инстаграме в нашем. Переходите по ссылочке на ролик про день рождения кисалисы на канале питомцев, подписывайтесь обязательно на канал, потому что на 3 миллиона у нас будет живой, настоящий питомец. Пока. Какая милота.